Привет, мой юный путешественник по галактике! Я надеюсь, ты не забыл своё персональное полотенце, поэтому устраивайся поудобнее, и мы начнём! Салют, уважаемые дамы и господа! Приветствую, котанные кошечки! Конечно же, с вами я, Олег Гром, и вы на канале мужских увлечений. Сегодня мы поговорим про ещё один очень важный и нужный девайс. Практически в любом доме теперь он необходим, и их очень великое множество. И мне самому пришлось... Да что я вам рассказываю? Вы же уже на картинку посмотрели и знаете, о чём речь, а я тут вас интригую. Это Wi-Fi репитер. Вот такой вот малюхонький, вот такусенький Wi-Fi репитер. Брал я его в GearBest, но они там закончились. Видимо, хорош был. Закончились они, ну ссылочку я дам. Вдруг появятся. Вы там зайдёте, там раздел будет, и посмотрите, если появился он, возьмёте. Не появился. Ну, не знаю тогда, что делать. Ищите где-то ещё, но мне понравилось. Я бы такой ещё провёл тесты, конечно же, других Wi-Fi репитеров. Может быть получится, если деньги будут. А если не будет, не получится. Во всяком случае, переходим к этому репитеру. Поехали. Пришло всё в немного помятой коробочке. Ну и этим репитером я уже пользуюсь вовсю, поэтому момент подключения подсказать не смогу. Но, во всяком случае, он настолько прост, что мне потребовалось, наверное, секунд 20, чтобы просто его достать, включить. Он заработал, и больше мне ничего не пришлось делать. В общем, вот такая зелёная коробочка, на которой сразу же обозначен адрес, по которому вы войдёте в настройки репитера. А найти его будет очень легко. Включаете Wi-Fi, появляется сеть Wi-Fi+. Подключаетесь к ней. Далее в браузере пишите на телефоне, например, 112-168-19-252. Открывается окошко. Сейчас покажу, какое. Вначале сам репитер. Я его для вас специально упаковал назад. Вот здесь есть инструкция. Сейчас про подключение расскажу, и сразу начнём. Появляется окошко, в котором вот будет вот такой вот Wi-Fi+. Написан. Подключаетесь к нему. Далее в браузере вбиваете этот адрес. И открывается, значит, вот такая вот. Он сканет, да. Открывается окошко Wi-Fi+. Такой зелёненький. Он там сканет. Находит все Wi-Fi-сети, которые у вас есть тут рядом, которые он принимает. Вы выбираете свою сеть, которая ваша, да, на которую вы знаете пароль, естественно. Тыкайте в неё. Далее открывается окошко, где вы можете назвать свою сеть как угодно, но если ничего не делается, то просто к ней приписывается через нижнее подчёркивание слово плюс. Я так и оставил, например, у себя. И дальше пишите пароль от этой сети. Всё. Дальше вы забываете, что как работает. Просто всё начинает работать. И всё. Ничего больше не надо. Абсолютно ничего. Ничего вообще. Всё. Вот просто тык. Сеть. Пароль. Всё. Готово. И Wi-Fi работает. Вот именно так он у меня и начал работать. Я даже сбрасывать его не хочу. Здесь кнопочка рецепт. Я её не буду сбрасывать. Даже ради вас. И честно, мне так понравилось, что настолько всё просто, что я не хочу ничего менять. 19 сантиметров длина. Ну или около того. Так, где-то 3. Так он совершенно тоненький. Даже меньше, чем 1. 1, наверное, 0,8 где-то. В общем, вот такие вот размеры. Репитер сносный. Объясню ситуацию. Например, у меня дом с кирпичными стенами. И Wi-Fi через 2 стены уже ловит. Ну, совершенно плохо. Очень-очень. Прерывисто. Нужно там прыгать и бегать. С этим же ничего не надо делать. В моём варианте я ставлю Wi-Fi сразу за первой стеной. И тем самым покрываю разрыв во всех остальных местах. Вот. По-хорошему, это маленький Wi-Fi. Скорее всего, здесь просто платка. Антенка на этой платке Wi-Fi. И ничего тут сверхъестественного нет. Всё очень просто, легко и понятно. Вот. Чтобы пойти снова сменить настройки, я так понимаю, что просто нужно нажать на Reset. Здесь вот лампочка, а здесь Reset. Я не хочу этого делать. В общем, смотрите. Как вы только всё это вбили, что я выше описал. Просто подключаете его, и он начинает работать. Вначале он синим индикатор горит, то есть он ищет сеть. Потом всё начинает моргать, значит сеть подключена, всё отлично. Причём он моргает синим и ещё фиолетовым, если идёт какой-то обмен данных, насколько я понял. То есть если вы подключили какой-либо телефон, девайс к нему. На телефоне это всё выглядит следующим образом. У вас просто несколько сетей. На моём примере вот есть такая сеть у меня, называется Warspace. Все увидели IP-адресы, быстро побежали подключаться, искать Метатронича по SSID. И вот есть Warspace Plus, к которому я просто могу ткнуть и подключиться. Пока я вам показывал, Wi-Fi отключился. Я подумал, что случилось? Оказывается, просто, да, Powerbank на маленьком потреблении отключает девайсы. И он потребляет очень мало. Сейчас расскажу, в чём дело. До этого он у меня проработал специально, я тестировал сутки. Вот на этом Powerbank, вот к Xiaomi, он не выключился. То есть к Xiaomi как-то нормально всё реагирует. И сейчас я его поставил на зарядку. Ну вот уже показывают три диода. А так за сутки он отъел два диода. То есть потребление, можете представить сами, какое мизерное. Чтобы вы не представляли, да, я сейчас покажу в миллиамперах, сколько это кушает. Но прежде чем мы начнём, вначале включу его и заново подключусь. А то я начал показывать, а оно всё вылетело. Ну вот, пожалуйста, подключайтесь. Вот, Warspace Plus подключилось. Ну что-то уровень сигнала показывал вначале какой-то плохой. Видимо, он пока только что вот заработал. Всё, окей. В общем, сеть в этом плане работает отлично. У меня нареканий никаких вообще нет. Я думал, я буду придираться к этому репитеру. Думал, буду плеваться, говорить, что за какашка китайская. Плохо всё. Но нет, всё хорошо, чёрт возьми. Чё добавить-то? Отвечая на вопрос, сбоит ли он или не сбоит. Ну вот он сутки отработал. К нему было подключено максимум три устройства. Именно к нему. Ничего не сбоил. Сейчас покажу, сколько потребляет. Чтобы вопросов не было. Так, смотрим. Так, так, так. Фокус, фокус. Вот его всё потребление. Порядка 120 мА. 120 мА, друзья. То есть, ну, скажите это много, скажите это что-то. Там, это вообще крохи, крупицы. Это просто супер. То есть, он очень автономный. Он буквально, вы можете из нескольких таких репитеров раскидать сеть по дому. Например, где-либо, просто взяв пауэрбанки, вот так их повтыкав, такая, ну, нужна срочно-временная сеть. Там, пык, тук-тук-тук-тук-тук, там, два-три штуки таких, и вы всё. Вы покрыли всё помещение или какую-то площадь. В общем, мне нравится. Я доволен. Да, расхваливаю, скажите. Ну, так вот уж получилось. Придраться не к чему. Пластик. Не буду разбирать. Здесь он, мне кажется, на защёлках. Вот тут вот видно даже, что можно так подковырнуть. Скорее всего, щёлк-щёлк-щёлк. А щёлкнуть не хочу. Работает. Не хочу разбирать. Хотите разбирать, покупайте себе, разбирайте. Сколько вам души угодно, мне не хочется. Вот. Смотрите, значит, вот эта штука, она гнётся. Ну, чё-то очень так уж... Очень-очень уж как-то вот она такая массивная. Мне как-то страшно её гнуть особо сильно. Вот. Поэтому у меня он ровно стоит. Гнётся ли он вот так вот? Скорее всего, гнётся. Потому что здесь алюминиевая пластина, я так понимаю. Но к чему это приведёт? ХЗ. Поэтому я решил ничего не гнуть, оставить как есть. Как говорится, работает. И пускай работает, не буду лезть. В общем, вот такие вот дела. Могу рекомендовать, да, этот репитер. Прям шикарный оказался. Я не знаю, что это за производитель. Как-то вот так вот всё это выглядит на коробочке. Wi-Fi плюс называется. Что? Кто его делает? Какая компания? Ничего нигде не понятно. Может быть, под ОЕМ брендами он встречается чаще. Но мне понравился. По скорости, да, я так и не сказал. Хуже ли скорость, чем от обычного Wi-Fi? Нет, скорость не хуже. Но, опять же говорю, у меня было максимум подключено к нему 3 девайса. Может, если вы подключите там 20, он и загнётся. Без понятия. Но с тремя справляется без проблем. Скорость такая же, какая и на моём обычном Wi-Fi. А у меня DSL, друзья, и очень медленный. Так как, то есть, я не могу сказать, знаете, было бы у меня 100 мегабит, и обычно бы Wi-Fi отдавал 100, а этот бы 50. Я бы тогда мог сказать. А когда у меня там максимум, в лучшем случае, например, 2, то что тот 2 отдаёт, что этот 2 отдаёт. И я для себя разницы не заметил, например. На этом всё, приятель. Спасибо за внимание. Ставь большой палец вверх. Увеличивай зону покрытия сети Wi-Fi в своём доме, бункере или убежище выживальщиков. Ну и не чихай, не болей. С тобой был я, Олег Гром. До скорых встреч. Пока-пока.